Мафия стирает все мои следы. Параллельно они снова закрывают пляж, который мы открыли для одесситов. Еще раньше они убили центр быстрых административных услуг и распространили против меня абсолютно дикую пропаганду. Бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на событие, которое произошло в последнюю пятницу 2020 года. Экспресс, как ее называли наши коллеги, хатынка бракосочетаний, официально прекратила свое существование на территории близ Одесской облгосадминистрации, Одесского облсовета. В конце июля 2016 года она также неожиданно выросла, как также неожиданно и исчезла. Что мы знаем об этом необычном учреждении? Это был символ эпохи Михаила Саакашвили в Одесской области. Мы называем поздний Саакашвили, который уже со всеми ругался, ругался с городской властью, ругался с центральной властью. И все недоумевали, как же так на этой территории без особых разрешительных документов, вообще без каких-либо разрешительных документов, появилось это учреждение, которое действительно первые дни, даже месяцы регистрировало в быстром режиме браки. На самом деле здесь все происходило больше для вида, потому что браки все-таки регистрировались в здании по соседству, где располагался центр админуслуг, который также был открыт в свое время при Саакашвили. Цены, насколько нам известно, были действительно немаленькие, но проработало учреждение не намного дольше, чем задержался в Одесской области Михаил Саакашвили. И достоверно известно также то, что последние два-два с половиной года этот мини-ЗАГС вообще никак, точнее не этот, а то, что от него осталось, вообще никак не функционировал. В прошлом году появилась идея вот этот вот домик в этно-стиле перевести на Северо-Одесской области под Кодому, где регулярно проводили последние годы этно-фестивали. Однако очень много вопросов появилось, за чей счет, кто, как, откуда, ну и собственно говоря, зачем перевозить дом, который без какого-либо даже косметического ремонта на глазах осыпался, нужен ли он там, может легче что-то смастерить, более подходящее в Северо-Одесской области. Как идея-то появилась, так же она и потухла. Дом доживал свое время, как-то все о нем забыли, то ли карантин, то ли еще какие-то события. И уж совсем неожиданно новость в конце 2020 года усилиями сотрудников, в том числе Безелентреста, здание исчезло. Мы вначале услышали реплику Михаила Саакашвили, но я не думаю, что будет как-то спаривать в суде исчезновение хатынки бракосочетаний, потому что, опять-таки, подчеркну, то, как она здесь появилась, собственно говоря, вопросов вызывало не меньше, чем то, как она вот и исчезла. В общем, с эпохой эксцентричного, эмоционального, все-таки яркого по-своему экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили теперь уж точно в нашем регионе окончательно покончено. Виталий Хемий, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».